Один день только с ним был, смотрите. Обалдеть. Машины как закопанные стоят. Видите сугробы впереди. Сейчас покажу поближе. Это же вообще капец. Тут без лопат никак сама Ревтальяйси такого ни в жизни не было. Вон наша машина. Вот она. Пошли сюда. Это сугробик. Смотрите, вот раскапывайте свои тачки. Сейчас будем раскапывать. Тут вообще невозможно. Не знаю как тут ходить. Тут такая колея. Тут даже машина если сюда въедет, ну как бы выйдет, она вон как там буксует. Тут вообще да вообще первый раз снег выпал. Вот вчера весь день. Я выходила чистила уже машину. Вот она. Офигеть, короче. Как по этой колее ехать, я вообще не понимаю. Смотри, как по этой колее ехать потом. Нам тем больше в ту сторону. Там это долго. Вот она. Смотрите, в машине заходишь. Тут вообще темно. Видите, снег. Ужас, в общем ужас. Сейчас будем чистить. Как страшно. Марш, Эмиль, мне не нужны перчатки. У меня есть, правда. Давай. Где? Офигеть. 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 Предлагаю поставить в гараж. Да, давайте в гараж. Можно. Эй, может быть, куда нибудь. Мне нужно уйти. Офигеть хорошо, потому что нашел поставлен. Ну да. Мы другую руку. Профигеть. Да. А как дедушка начинается заделывать? Продолжение следует... Продолжение следует... Очень-очень долго, очень много времени. Потом вышел мужчина, тоже соседнюю машину свою откапывал, откапывал. В общем, дело в том, что мы там хоть и чистили, чтобы выехать, все это вот под колесами везде, все. Мы не выехали, мы застряли. Мы очень долго пытались, но у нас ничего не получилось. В общем, мы застряли, потом мимо шел человек, мужчина там. Он нам помог, он начал машину толкать там туда-сюда, в раскачку. Мы выехали, заехали, в общем, обратно поставили, потом на другую сторону начали чистить. Еще там парень тоже подходил, помогал. Вот, потом он взял лопату, вот этот вот мужчина начал чистить нам уже сам. Сам начал чистить, в другую сторону мы разворачивались, и он нам вплоть, пока вот мы вдоль дома, туда дальше, пока мы не выехали, он, в общем, так нам продолжал. Я, потому что там в одном месте тоже, вот по такой вот, по такой дороге далеко, в общем, не уедешь. Надо ехать и не останавливаться. Если вы будете ехать, ехать по этой колее и остановитесь, то все, вы уже не поедете, вы уже будете буксовать. Я нажимала там видео, записывала, но, оказывается, на кнопку не нажалась. Я там видео снимала, там как машина ехала, ее на тросе другая машина тянула. Мы там очень долго, мы три часа там не могли вылезти. В общем, мы там грели, вот это чистили, три часа. Вот, и там столько всего было, вот машину на тросе, потом джип там какой-то там не мог заехать, проехать, там очень много всего происходило. И у меня не получилось это все заснять, ничего не сохранилось, потому что я думала, что нажала на кнопку. Я не нажала на кнопку. Оказывается, так. Ну, в общем, трактор в тот день не приехал ничего чистить. Люди с лопатами выходили, чистили дорожки, чистили вокруг машин, чистили выезды, в общем, друг другу помогали, толкали там, чтобы выехать, заехать там, чтобы вот машина застревает, потому что невозможно. Если, например, навстречу едет, ты хочешь остановиться, пропустить, если ты остановишь, ты больше не поедешь. Или надо уж, если ты въехал в эту колею, ехать, 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 пока ты не выйдешь на основную дорогу. А вот мы тоже остановились там, пропустить в сторону раз, и мы не смогли, опять мы застряли, в общем, чтобы выехать. Тот пока проехал, и мы опять начали, и в общем, начала опять буксовать. Ну, все, закончилось хорошо. Вот, так что мы выехали, нам помогли. Спасибо большое, что вы все помогаете. Там мужчины тоже помогают, друг дружку лопаты выносят. Там все с лопатами ездят. У нас тоже, как мы приехали в Самару, мы купили лопату. Мы купили в шутку. Просто купили лопату, потому что мы хотели, чтобы у нас был свой дом чистить снег. Думаю, во дворе будем чистить. А тут и правда получилось так, что навалило столько снега в прошлом году. Позапрошлым даже получается. Мы купили в шутку лопату, а оказалось, она нам прям пригодилась. Мы ее не зря с собой возим. Вот мы все время возим с собой. Потому что таких ситуаций полно. Сегодня мы тоже ездили в поселок Управленческий. Там тоже дороги такие. Такое месиво. Везде снега полно. Как тяжело ездить, когда дороги нечищены. Ужасно просто очень тяжело. В общем, за один день намело-намело. За окном столько снега, что зима пришла. В общем, желаю всем, чтобы вам всегда помогали людям и не проходили, если что-то такое. Потому что нам помогли. И я очень-очень этому рада. Вообще нас выручили очень. Потому что нам сегодня надо было ездить по очень важным делам. Вот хочу сказать всем-всем-всем спасибо, кто не проходит мимо, кто помогает, толкает машину там. В общем, всем спасибо вам огромное. Также помогайте друг дружке. Это очень-очень-очень ценится. И это вообще очень большая благодарность вам, кто помогает. Вот. Вот это я хотела сказать. В общем, возите с собой лопату. Ставьте себе на колеса обязательно эти шипами шину, вот эту резину, чтобы была нашипованная. Потому что на липучках вы будете прокручивать, как на летней резине. В общем, мы с этим столкнулись, что это наши липучки вообще ни о чем. Когда столько снега, когда дорога чищенная, можно ехать. А когда столько снега, будешь буксовать, как на летней резине. В общем, там едешь, остановишься и все. Ты встал. Вот. Так что у нас теперь резина. А, шипованная резина. Вот. У нас теперь шипованная резина, так что все нормально. Правда, мы сегодня тоже в одно месяц там трактор почистил. Такой сугроб не дочистил. Мы тоже немножко там пробуксовали. Но ничего, мы вперед-назад как бы выехали. Все нормально было. Вот. Так что смотрите аккуратно. Всем хорошей дороги чистой, чтобы все было хорошо. И хорошего пути, чтобы у вас гладкая дорога была. Вот. Все отлично, чтобы было. Все. Всем спасибо. Всем пока. Спасибо, что смотрите. Пока.